И передаю вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада видеть вас в новом учебном году на новом треке. Как обычно, уже третий год в Директ-Академии я веду трек, посвященный презентации, работе в PowerPoint и других сервисах для создания презентации. И прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме, я хочу показать, какие именно вебинары ждут вас в этом учебном сезоне. Всего в треке будет 14 вебинаров. Мы пройдем по разным темам. Некоторые из них мы затрагивали раньше, например, иллюстрации, фотографии и иконки в презентации. Какие-то темы совершенно новые, например, как обучить школьников и студентов делать хорошие презентации. А некоторые темы вы предложили мне сами в прошлом году, как, например, настройка программы OBS Studio. Поэтому я предлагаю вам не стесняться. Если какая-то тема, касающаяся презентации, сервисов, программ, вам интересна, вам хочется услышать вебинар по ней, то пишите, предлагайте свои варианты. В конце вебинара, как обычно, я покажу свой электронный адрес, куда вы можете присылать свои предложения, а также свои вопросы, которые не успеете задать на вебинаре. Но в общем и целом пишите прямо сейчас в чат. Я все вижу, все успеваю читать и даже сохранять, если вопрос требует какой-то долгой проработки. Ну что ж, сегодня мы поговорим о принципах создания учебной презентации. Это как раз самая хорошая тема для начала учебного года, потому что мы не только начинаем создавать какие-то новые презентации, но и часто делаем редизайн старых. Вообще, чаще всего я занимаюсь именно редизайном. Смотрю презентации, например, в конце учебного года, которые готовят студенты к защите своих работ. Презентации, которые готовят к защите хакатонов, акселераторов, грантовых проектов, и предлагаю какие-то свои варианты по изменению, по улучшению. Вот пять основных принципов сегодня я вам хочу представить. Это не просто принципы, но и сразу список вопросов, которые вы можете задать себе. Я рекомендую наиболее подходящие вопросы выписывать сразу и для себя составлять такой своеобразный чек-лист, который вы будете открывать каждый раз перед созданием какой-либо новой презентации. Первый принцип. Пожалуйста, обратите внимание на структуру слайдов. Подумайте, какая вам именно нужна, и разработайте ее заранее, до того, как вы начнете делать саму презентацию. Вы уже собрали весь контент, продумали, в каком порядке будете выдавать информацию, как именно общаться со своей аудиторией, а теперь начните думать про структуру слайдов. Какие вопросы себе можно задать на этом этапе? Например, будете ли вы показать презентацию на проекторе, то есть большая аудитория, проектор, стена определенного цвета, не у всех есть возможность проецировать на белый экран, или же у вас основная деятельность будет идти в онлайн формате, а значит, у вашей аудитории будет экран монитора, который будет к ним ближе, и больше текста на нем можно расположить. Будет ли ваша презентация только на демонстрации, или ее можно будет скачать и проработать уже самостоятельно. Например, когда я готовлю презентацию для Директ Академии, я думаю о том, что вы можете их скачать и потом посмотреть. Так бы я, конечно, обошлась просто иллюстрациями, может быть, где-то демонстрацией экранов. Но поскольку я считаю, что вы можете после вебинара изучить презентацию самостоятельно, вспомнить какие-то моменты, то я добавляю в нее большое количество и текстовых слайдов. Опять же, текстовые слайды – это для чтения или для рассматривания. Тоже совершенно разный уровень погружения. Будет ли внимательно изучаться текст, или будет он просто сканироваться. Что важнее вашей презентации, и что важнее для каждого слайда? Какая-то иллюстрация или информация текстовая? И, в принципе, какой объем вы размещаете в среднем на одном слайде? Я стараюсь на слайдах размещать небольшое количество информации, так, чтобы она подходила не для внимательного чтения, а именно для сканирования. Посмотрите на эти вопросы. Может быть, какие-то вопросы вы добавите еще от себя. Какие-то вам подходят, какие-то не подходят. И запишите их в свой чек-лист для создания презентации. Когда вы ищете ответы на них, вы сразу продумываете, какая структура будет у ваших слайдов. Я уже показывала на предыдущих вебинарах, на прошлых годах, несколько типовых примеров. Ведь на самом деле для презентации не нужно такое большое количество слайдов разнообразных. Типичный вариант – это картинка и текст, который находится на ней. Так можно подчеркнуть какую-то цитату, какой-то важный факт или сделать заголовки разделов и подразделов. Примеров таких слайдов в интернете достаточно большое количество. Это только один из вариантов расположения. Несмотря на то, что здесь иллюстрация занимает полный экран, текст важнее. Обращайте на это тоже внимание. Тоже типичная структура для текстового слайда, когда сверху у нас есть некоторый заголовок и дальше уже идет текст, разбитый на одну, две, три колонки, может быть, даже на несколько карточек. Такие варианты тоже довольно привычные, и наша аудитория считывает их с первого взгляда. Автоматически они смотрят в левый верхний угол на заголовок, прочитывают именно его в первую очередь и затем уже сканируют остальную информацию. Следующий типовой слайд – это слайд с тезисом, цитатой с каким-то важным текстом. Небольшой объем текста говорит о том, что этот слайд предназначен для чтения, а не для сканирования. Здесь может быть какой-то термин, какая-то информация, которую нужно выучить, и несколько слов, два-три слова могут быть еще и дополнительно выделены, чтобы к ним привлечь внимание. Точно так же может быть вот такой тезис, основная мысль всей презентации. И вот такой вот интересный, немножко нестандартный вариант. Он встречается не так часто, потому что здесь на одном слайде размещается большое количество информации, и он лучше подходит как раз не для экрана, а лучше подходит для монитора. У нас большую часть слайда занимает изображение, но есть и текст, разбитый сразу в несколько абзацев. На таком слайде очень много контента. И вот так он может выглядеть в реальной жизни. Это как раз слайд с вебинара, когда есть и иллюстрация, и какой-то список. Использование готовой структуры слайдов, использование уже каких-то разработанных макетов и шаблонов помогает не только вам делать презентацию быстрее, но помогает и вашей аудитории быстрее понимать, для чего предназначен этот слайд. И после того, как вы некоторое время поработаете с этим принципом, со своим списком вопросов, думаю, что вы для себя запишите несколько вот таких вот тезисов. Для презентации в среднем 5-6 стандартных макетов слайда, в зависимости от того, о чем именно вы говорите, как именно вы представляете свою информацию. Например, для вебинаров Директ Академии у меня есть шаблон слайда, структура слайда. Это раздел, титул, финальный слайд, они одинаковы по своей структуре, то есть уже два. Для иллюстрации, примера каких-то слайдов, текстовые. Четыре типовых стандартных макетов слайда. Иногда к ним добавляется еще несколько, если тема вебинара сложная, связанная именно с использованием какого-то инструмента, какого-то сервиса. Структуру мы разрабатываем уже тогда, когда набрали весь необходимый контент, который вы поместите в презентацию, когда вы видите, какой у вас объем текста, когда вы видите, какой у вас объем иллюстрации, когда вы видите, на сколько частей вам нужно будет разбить ваш рассказ. Если нет необходимости делить его на части, значит, вам и не нужны макеты подразделов. Если, наоборот, сложная структура вашего урока, вашего занятия, тогда, конечно, макеты разделов подразделов потребуются. И обычно, когда мы видим готовые макеты презентаций, готовые красивые шаблоны, особенно то, что есть в сервисе Canva, Юлия, это примеры используются на английском языке не потому, что я не нашла на русском языке, а потому что это вебинар, на котором я реально присутствовала. Он шел синхронным переводом, и я обратила внимание на нетипичный макет слайда, поэтому его и сохранила. На самом деле, все вот эти примеры, все то, что я показываю, это то, что я видела когда-то вживую. Во многих примерах большое разнообразие макетов слайда. Есть и такие, и сякие, и с выравниванием по левому краю, с выравниванием по правому краю, с разными цветными фонами. Это все, конечно, хорошо, и особенно хорошо, когда у вас презентация маркетинговая, когда нужно на аудиторию в первую очередь произвести впечатление. Но если ваша задача не столько произвести впечатление, сколько донести информацию, как обычно у нас бывает в учебных презентациях, то большое разнообразие макетов будет скорее отвлекать. Лучше несколько типовых и понятных. И когда мне присылают какую-то презентацию, чтобы я ее могла посмотреть, изучить, я обычно включаю ее в PowerPoint на режиме сортировщика слайдов, для того, чтобы составить о ней общее впечатление. Здесь сразу видна и структура, и сколько и каких типов макетов используются. И можно, в принципе, составить впечатление и понимание не только про структуру презентации, но и про ее дизайн. Если какие-то вопросы есть, вы пишите, задавайте сразу в чат. Если вы не согласны с тем, что я говорю, тоже, пожалуйста, пишите в чат. Я считаю, что дискуссия всегда будет более полезна, чем просто такое пассивное выступление спикера. Следующий принцип и следующий список вопросов, которые стоит задать себе, создавая учебную презентацию, это визуальный мусор. Что у вас на слайдах, что у вас в презентациях лишнее, без чего можно обойтись. В общем и целом можно говорить о том, что дизайн – это вычитание, а не сложение. Мы скорее убираем лишние элементы, мы стараемся работать с необходимым минимумом и создавать впечатление не за счет добавления новых ярких красивых элементов, а за счет аккуратного и внятного расположения самой-самой необходимой информации. Какие вопросы вы можете себе задать на этом этапе? Сколько иллюстраций нужно расположить на каждом слайде? Я для себя обычно отвечаю на этот вопрос так. Одна иллюстрация на каждом слайде, но у вас может быть совсем другая ситуация, не обязательно равняться на опыт ваших коллег. Какой стиль графики вы будете использовать? Будут у вас фотографии, будут у вас рисунки, будет у вас какой-то набор хорошего качественного клип-арта? Как правило, не рекомендуется в одной презентации смешивать различные стили. Лучше сделать выборку, подобрать только фотографии или только рисованные изображения и работать уже с ними. Опять же, специфика учебных презентаций – это большое количество графиков, иллюстраций из учебника, из каких-то методических пособий, сканов, которых тоже может быть достаточно большое количество. И это тоже нужно учитывать, опять же, возвращаясь к предыдущему принципу, сначала собрать весь материал, а потом посмотреть на него. Может быть, у вас уже так много иллюстраций, что не потребуется никакое дополнительное украшательство, и без этого презентация довольно насыщена графическим материалом. Может быть, у вас только один скан, и к нему можно добавить еще какие-то рисованные изображения. На каких слайдах и для чего нужны подложки? Подложка – это ведь тоже значимый элемент, она должна нести в себе какой-то смысл, а быть не просто украшением. Есть ли на уже готовых собранных слайдах лишние элементы, и не сливается ли этот слайд вообще в единое такое информационное пятно? Так, Марина, учитывается ли специфика презентации по МХК, где необходимо разместить не только репродукции, но и учебный материал? В этом случае вы отказываетесь от других графических элементов, то есть только репродукции, только ваш иллюстративный материал, никаких дополнительных рисунков, иконок, клепартовых человечков добавлять не стоит. Уделите внимание именно самим репродукциям, и лучше всего их размещать на слайде в полном изображении. Если вы делаете подпись, то ее лучше делать не под картинкой, а прямо на ней, то есть сделать, например, белый прямоугольник, внутри него написать необходимый текст, но само изображение лучше ставить так, чтобы она занимала полностью весь экран. И, как я уже говорила, никаких других дополнительных иллюстраций в презентацию добавлять не нужно. Наверное, самая сложная такая тема – это не живопись будет, не творчество художников, а архитектура, когда нужно показать и фотографию объекта, и, возможно, его рендер, и какие-то планы. Но тогда как раз на одном слайде может размещаться сразу несколько изображений, и их очень сложно комбинировать и сочетать так, чтобы это смотрелось визуально приятно. Тоже несколько примеров. Здесь вы видите слайд, который сам по себе может быть и неплох, может быть, это тот вариант, который был доступен автору для оформления информации, но здесь очень много как раз лишних графических элементов, которые слайд замусоривают. Тут и подложка, она очень яркая, она отвлекает внимание. И клип-арт, вот человечек, который держит карандаш и чек-лист. И тут же находится логотип, это обязательная часть брендирования. Вот такой визуальный винегрет, он, конечно, отвлекает внимание от текста и мешает воспринимать информацию. Другой пример, в котором использована подложка, это вот такая вот презентация. Здесь уже использование подложки в виде крафтовой бумаги обусловлено тем, что стиль презентации такой. Только черно-белые графические рисунки на прозрачном фоне, без всякой белой обводки. И автор презентации хотел превратить ее в аналог старого свитка, старая бумага, гравюры. И здесь он задал такой визуальный стиль, поэтому и использует такую подложку. Опять же, обратите внимание, что намного меньше информации на слайде. И в этом случае иллюстрация и подложка не так сильно отвлекают внимание. Еще один антипример, когда на одном слайде расположено сразу много разных типов графики. Фотография, клип-арт, иллюстрация, можно сказать, даже такой комикс. И еще подложка с деревом. Куда смотреть в первую очередь? На что обращать внимание? Очень тяжело понять, что на этом слайде значимо, а что нет. На самом деле здесь значим только текст. Что два года вместе с участниками разрабатывали свои проекты. Все остальное – это просто попытка занять пространство слайда. И это, наверное, не лучший подход к созданию презентации. Пусть будет лучше пустое пространство, пусть лучше будет больше воздуха, больше свободного места для того, чтобы сосредоточиться на самом главном. И еще один пример. Иногда я его показываю, иногда не показываю, потому что он довольно спорный. Автор сделал презентацию с вот такими вот нестандартными картинками. Он просто, я думаю, это, скорее всего, paint, нарисовал мышкой без всяких графических планшетов, нарисовал человечков, нарисовал иллюстрации так, как он это может. Еще и подобрал шрифт для основного текста, чтобы он тоже напоминал рукописный. Кому-то этот вариант нравится, кому-то этот вариант не нравится. Но это тоже выход в том случае, если вам нужны какие-то специфические иллюстрации, которые вы не можете найти. Даже такие изображения намного лучше, чем стоковые, уже сотню раз использованные в презентациях изображения и фотографии. И на самом деле, вот в прошлом году мы с одной студенткой делали презентацию, где организационные схемы, диаграммы она рисовала от руки для того, чтобы презентация была оформлена в едином стиле. Это довольно интересный вариант, хотя, конечно, на любителя. Какие выводы можно сделать, как можно соблюдать этот принцип? Графика тоже собирается заранее, как и весь контент, как и весь текст. Вы сразу ее складываете, смотрите и пытаетесь понять, в едином анализ стиле подходят ли картинки друг к другу, дают ли они какую-то дополнительную информацию для вашей аудитории. Есть несколько способов, которые позволяют совершенно разные фотографии привести к одному стилю. Если вы скачиваете с разных сайтов, если вы делаете какие-то фото самостоятельно, они выглядят по-разному. Их можно обесцветить, сделать черно-белыми или перекрасить. Есть такой эффект, называется дуатон. Подробнее мы поговорим об этом способе на третьем вебинаре моего трека. И аккуратно, как я написала, тонким слоем распределить по слайдам, чтобы не было вот этого визуального мусора. Если не соблюдать этот принцип, то аудитория будет видеть ваш слайд примерно вот так. Много-много разной информации, непонятно куда смотреть, непонятно куда обращать внимание. Следующий, третий принцип – это смысловые заголовки. Это вообще моя отдельная боль в большинстве студенческих презентаций, в большинстве презентаций, которые мне вот так попадаются по работе. Заголовки, которые не несут какой-то дополнительной информации. Какие вопросы можно задать себе? О чем слайд? На какой вопрос он должен отвечать? Есть ли какие-то требования? Вот, например, в вузах, в учебных заведениях часто есть определенная структура работы и определенное название слайдов, цель, актуальность, задачи, этапы, которые студенты, например, обязаны указывать на своих слайдах. Главный вопрос, я считаю, можно ли по одним заголовкам понять, о чем рассказывал спикер. Для меня вот это вот основной вопрос. Посмотрите на вот такой пример. Здесь есть заголовок слайда «Проще операционные расходы». Точно такой же заголовок для инфографики. Получается, что два раза написана одна и та же строчка, и при этом нет какого-то вывода из слайда. Да, спикер, когда проводит вебинар, проводит лекцию, он может сделать вывод и подытожить то, что он показывает своей аудитории. Но аудитория потом, когда после вебинара будет просматривать эту презентацию, будет работать с ней самостоятельно, она этот вывод уже нигде здесь на экране не увидит. И не факт, что студенты смогут этот вывод вспомнить самостоятельно. В этом примере у университета «Этмо» есть требования, и слайд должен называться «Актуальность». То есть студент не может просто-напросто удалить это слово. И когда мы делали редизайн, мы слово «актуальность» вывели в бейдж, то есть в служебную надпись рядом с брендированием, которая скромно находится в уголочке. Вроде бы и требования формально соблюдены, и в то же время бейдж не мешает написать смысловой заголовок, который обычно пишется как вывод из информации слайда. Я предлагаю использовать два метода для того, чтобы сформулировать заголовок. Это метод немого кино, когда выписанные заголовки превращаются в краткий пересказ всего вебинара, всего занятия. Может выглядеть, например, вот так. В таком случае получаются заголовки довольно длинные, на две, иногда даже на три строчки, но при этом очень насыщенные информацией. И второй метод. Этот метод видео в соцсетях, когда его смотрят без звука, обычно на экране короткими тезисами тоже пересказывают, о чем именно идет речь. Буквально от трех до пяти слов. В таком случае получаются короткие заголовки, но тем не менее более насыщенные смыслом, чем типовые, чем просто написать, например, цикл колба или таксономия дома. Как можно соблюдать этот принцип? Когда вы приготовили презентацию, вы пишите просто в единый файл или в блокноте ручкой все заголовки и попробуйте прочитать их как единый текст. Складываются ли они в какой-то рассказ? Попробуйте переформулировать каждый заголовок как вывод. И не забывайте о том, что нужно не только формулировать заголовки, но и оформлять их одинаково. Их должно быть легко найти глазами. То есть они всегда должны находиться в одном и том же месте слайда. Это как раз возвращает нас к первому принципу в структуре. Они должны быть оформлены одинаковым шрифтом, одинаковым размером, одинаковым цветом. Если у вас есть заголовки и подзаголовки, они должны визуально отличаться так, чтобы аудитория сразу понимала структуру. Потому что не вчитываясь в информацию, а сканируя контент нашей презентации, как раз люди опираются именно на заголовки. Поэтому это так важно. И вот один интересный пример, который мне однажды попался. Это слайд иллюстрации. Есть цитата из фильма и, соответственно, кадр из этого фильма. Но он оформлен так, как будто это заголовок и учебная информация. И вот это вот несколько сбивает с толку. Особенно, когда таких слайдов попадается в презентации несколько. Я считаю, что нужно соблюдать структуру. И если это именно иллюстрация, она должна и выглядеть по-другому. Вот эта вот цитата из фильма не должна выглядеть как заголовок, а пусть она будет располагаться на самом кадре, на самом изображении. Заголовки только для чего-то очень и очень важного. Следующий, четвертый принцип – это расстановка правильных акцентов. Акценты в презентации очень и очень важны. Без акцентов она сливается в единое, как я уже говорила, информационное пятно. Но и слишком много акцентов – это плохо. Какие вопросы стоит задать себе на этом этапе? Что именно самое-самое важное в этой презентации, потому что есть акцент всей презентации, и на этом слайде, потому что есть акцент на каждом отдельном слайде. Если ваши слушатели уйдут после занятия с одной-единственной запомненной мыслью, то какой? Что именно они должны запомнить обязательно? Или запомнить, или может быть сделать? Какая часть слайда сразу притягивает внимание? В прошлом году мы разговаривали про паттерны. Внимание про то, что информация читается по F-паттерну, сканируется по Z-паттерну. Есть еще несколько вариантов того, как идут глаза пользователей. Они возникают, развиваются, эволюционируют из-за того, что меняются модели потребления информации в интернете. И на каждом слайде есть вот такая вот точка привлечения внимания, то, куда падает взгляд в первую очередь. Как правило, это левый верхний угол. Наоборот, наименее активный – это правый нижний угол. И вот в зависимости от этого нужно посмотреть на свои слайды, вот так вот может быть отстранено, может быть попросить коллег посмотреть на них и спросить, куда именно падает взгляд в первую очередь. Так, нужно ли подписывать репродукции и иллюстрации, размещенные в презентации? Я предлагаю вот в этом моменте следовать принципам авторского права, как мы вот соблюдаем принципы авторского права при использовании чужих работ в интернете. Если эта работа является общественным достоянием, то есть репродукцией известной картины, не фотография картины в интерьере музея, а именно репродукция, то ее можно не подписывать, потому что это вот открыто общеизвестная информация. Если вы берете чужую фотографию, чужую иллюстрацию, на некоторых сайтах прямо написано, пожалуйста, делайте атрибуцию, указывайте авторов этого произведения, то подписывать нужно. Другой вопрос, что это не важная информация, не главная информация. Можно подписать аккуратно, незаметно в уголочке, можно подписать вообще в свойствах этой картинки, или, как я иногда делаю, когда беру иллюстрации с одного и того же сайта, я в конце презентации на вот последнем слайде указываю внизу строчкой активный линк на сайт, откуда взяты вот эти вот изображения. Поэтому, если эта работа является общественным достоянием, я считаю, что подписывать не обязательно. Если это чья-то чужая работа, то подписать, конечно, желательно, чтобы не было никаких вопросов к вам. Да, у вас, Марина, другая ситуация. У вас это обучающий материал, и действительно подписи должны быть. Если просто кто-то берет, например, какую-то репродукцию в качестве иллюстрации тезиса на своем слайде, это уже немножко другая история. У вас это не служебная информация, у вас это как раз, наоборот, ключевая информация слайда. Хорошо, да, когда делаешь маркетинговую презентацию, там все понятно. Вовлекай свою аудиторию, большие яркие изображения, лучше не столько реальных фотографий, крупный шрифт. Как бы сколько бы ни было разных компаний, сколько бы разных маркетинговых презентаций не было, принципы одни и те же. У нас же, что касается учебных презентаций, практически для каждого учебного предмета есть какие-то свои нюансы, есть какие-то свои вот такие моменты, на которые нужно обратить внимание. Представьте презентацию по физике, например, по каким-то точным наукам, где нужно использовать большое количество таблиц. Разве из маркетинговой презентации вам кто-то расскажет о том, как правильно оформлять таблицы? Они скажут, загоните это вот в сервис для создания инфографики, сделайте красивую инфографику и вставьте ее уже в свой слайд. А что делать, если важна именно таблица? Это уже просто совершенно другой разговор и та информация, которую мы, к сожалению, можем только находить для себя, вот правила оформления только на практике, потому что никто нам это не расскажет, к сожалению. Так, продолжаем расставлять правильные акценты. Что может получиться, если на слайде акцентов очень и очень много? Может получиться вот такой пример, где непонятно, куда смотреть. Вот куда у вас падает взгляд в первую очередь. По идее, оранжевый цвет более активный, но оранжевый элемент находится в правом нижнем углу, в самом неважном углу, то есть как будто это информация вторична. Куда тогда? На ярко-зеленый цвет, но его очень много. На какую из этих фигур смотреть в первую очередь? Заголовок? Вообще он теряется, потому что слишком много других ярких цветов и не очень понятно, куда на этом слайде взгляд должен падать в первую очередь. По центру? По центру вообще нам немножко непривычно смотреть. Видите, у нас уже все модели чтения, паттерны поведения заставляют взгляд автоматически уходить в левый верхний угол. Поэтому этот слайд очень сложен для прочтения, особенно если он на экране находится какое-то короткое время. И вот такой слайд, кстати, отвлекает внимание от спикера, от того, что он говорит. Люди сложно воспринимают информацию сразу по нескольким каналам. Они больше заряточены либо на ваших словах, то есть на аудиальном канале, либо больше на слайде, на визуальном канале. И сделав не очень грамотные, не очень аккуратные слайды, можно просто мешать слушателям воспринимать информацию. Здесь немножко меньше, да, вот таких вот ярких выделенных акцентов, но вопрос остается тем же самым. Куда смотреть в первую очередь? Что важнее? Красный цвет земли? Синий цвет, по-моему, нет нетворк? Или вот цветные точки на графике? Слишком много акцентов, и они все разные. Мы не можем понять, какой из них основной. А вот на таком слайде акцентов вообще нет. Все примерно одинаково. Одинаковые цвета, одинаковые шрифты. Опять же, нет понимания, куда смотреть в первую очередь. Да, наш взгляд стремится влево. Мы смотрим больше здесь на левые карточки, чем на правые. Но все равно нет какой-то выделенной информации. На слайде акцент есть в любом случае. Вопрос только в том, куда именно вы его помещаете. Если у вас есть текст, термин, например, фамилия, которую нужно запомнить, то лучше выделить акцентами ее. Если вся информация примерно равна иерархически, то акцент пусть уходит на заголовок. Может уйти на изображение. Вот в этом варианте, например, от лаборатории Касперского акцент идет на тонкую зеленую линию. Была бы она черная, слайд бы немножко слился, был бы немножко монотонным и одинаковым. Если бы мы покрасили изображение, акцент бы пошел на него. Изображение совершенно не важно, это просто иконка иллюстрация. Текст слишком большой для того, чтобы выделять его целиком. И поэтому вот такой вот компромиссный вариант. Акцент есть? Есть. Перевешивает какая-то часть? Нет, не перевешивает. Наверное, это одна из самых сложных тем, один из самых сложных принципов для соблюдения. Для акцентов нужна, конечно, насмотренность. Нужно регулярно смотреть чужие презентации, отмечать удачные и неудачные находки. И, кстати, про насмотренность тоже будет вебинар в треке. Я решила, что этому нужно уделить отдельное внимание, как раз с упражнением на разработку собственного внимательного взгляда. Как соблюдать этот принцип? Попробовать выделить одно слово, одно предложение или одну цифру на слайде. То есть дать прямо себе установку. Я выделяю что-то одно. Если этот акцент падает на текст, то есть нужно выделить какое-то слово, то лучше всего использовать цвет какой-то, вот каким-то цветом выделить. И другое начертание шрифта. Обычно выбирают более жирный шрифт с более толстыми штрихами или используют вообще второй какой-то дополнительный шрифт. И все акценты в презентации должны быть, конечно, оформлены одинаково. Вы выбрали какой-то вариант и его дальше и соблюдаете. Для того, чтобы еще раз проиллюстрировать этот принцип, я покажу вам несколько слайдов. Вот на этом слайде есть несколько символов, и один из символов отличается. Везде буква Ку, а одна буква О. Среди такой информации очень сложно найти то, что вы ищете. Когда вы сканируете такой слайд глазами, очень сложно найти важную информацию. Потому что когда эта информация меньше, то есть везде есть Ку, везде есть дополнительный штрих, а вот в этом элементе дополнительного штриха нет. Когда вычитается какой-то признак, искать информацию сложнее. Несколько проще, когда делается наоборот. Признак добавляется. То есть везде буква О, а одна Ку с дополнительным штрихом. Уже немножко найти проще. Еще проще сделать так, чтобы вокруг нужного элемента было пустое пространство. Пустое пространство всегда хорошо визуально выделяет нужную вам информацию. И еще заметнее, если вы добавите цвета или какие-то указатели, какие-то элементы, которые обращают внимание именно на эту маленькую букву О. Поэтому вот чисто иерархически самый лучший способ выделить – это добавить цвет и указатель. Чуть похуже – это оставить только пустое пространство. Еще хуже – это только добавить какой-то элемент. Спасибо, мне тоже нравится этот пример. И последний, пятый принцип, о котором мы сегодня поговорим – это паузы в презентации. Обычно этот момент как-то упускается. Мы стараемся сделать презентацию насыщенной, полезной. А полезность для нас – это большое количество информации, большое количество контента. И забываем про наших несчастных слушателей, которые не в состоянии так долго удерживать внимание на том, что мы им рассказываем. Даже 15 минут – на самом деле это очень и очень сложно. Вы можете понаблюдать за собой, последить, какое время вы остаетесь активным, не отвлекаетесь на какую-то постороннюю дополнительную информацию. И вот со стороны преподавателя будет очень уместно и очень вежливо расставить уже заранее в презентации паузы, которые помогут вашей аудитории. Ответьте на такие вопросы. Как много информации аудитория может воспринимать за раз? Тут за ними, конечно, проще всего понаблюдать. Через сколько они уходят в смартфоны, через сколько они начинают вертеться и отвлекаться. Если они много информации могут воспринимать за раз, это, конечно, замечательно. Но, я думаю, не 40 минут сплошного внимания, сплошной концентрации. Это, мне кажется, никому из людей, в принципе, недоступно. Будете ли вы задавать какие-то вопросы, то есть вести двустороннюю коммуникацию, вступать в диалог, какие-то вопросы, на которые аудитория будет отвечать? Может быть, у вас есть привычка рассказывать какие-то истории из жизни? Или привлекать их внимание шутками, мемами, какими-то веселыми картинками? Будет ли ваша презентация строиться на тексте или на графике? Вот как раз пример с МХК, когда будет основной контент, именно графический. Как часто вы будете ставить эмоциональные паузы? Вы даже сами просто устанете 40 минут выдавать сплошной спич. Вам в любом случае будет нужно время, чтобы вдохнуть, выпить воды, немножко поменять позу. В любом случае вам тоже будут нужны те или иные паузы. Если их не расставить заранее, то презентация может выглядеть вот таким вот образом. Она, конечно, насыщена. Очень много полезной информации. Ее можно долго и внимательно изучать, но очень сложно воспринять ее таким единым потоком. В принципе, вот меня, например, хватает на два слайда для вдумчивого изучения. После этого я просто автоматически ухожу в социальные сети, чтобы хоть немножко передохнуть от такого вот насыщенного контента. Расставить паузы можно по-разному. Например, как вопросы, которые вы предлагаете аудитории на обсуждение. Какое-то высказывание, с которым вы спорите или соглашаетесь, или прям сам текст вопроса можно вот так вот оставить на слайде, то есть вот небольшое количество информации и уйти в диалог. Слайд ненасыщенный, поэтому аудитория будет сосредоточена на вас, на разговоре с вами. Но если кто-то отвлечется, то, возвращаясь к диалогу, он сможет взглянуть на текст на экране и вспомнить, о чем именно шла речь. Могут эмоциональные паузы выглядеть вот так вот, как какой-то смешной слайдик, смешная какая-то картинка. Аудитория расслабится, посмеется и сможет снова внимательно воспринимать вашу учебную информацию. А могут паузы в презентации выглядеть вообще вот таким вот образом, да? Несколько нетипичный слайд. И мы не привыкли видеть презентации, на которых нет, в принципе, никакого контента, кроме вот маленького бейджа, маленького заголовка внизу. Для чего нужны такие слайды? Такие слайды особенно востребованы при живом выступлении, при работе в аудитории, когда вы переключаетесь на взаимодействие с аудиторией. И чтобы вообще ничего не отвлекало, чтобы полностью все внимание принадлежало вам как преподавателю, вам как спикеру, вставляются вот такие вот слайды. Есть, конечно, другая возможность. Если вы включаете демонстрацию с PowerPoint, можно на клавиатуре нажать английскую клавишу B или W, для того, чтобы ваша презентация перешла в режим черного или белого экрана. Опять же, для того, чтобы все внимание аудитории было направлено только на вас. Как соблюдать этот принцип? Обратить внимание на то, из чего состоит ваша презентация в основном. Она может в основном состоять из текстовых слайдов. В таком случае вам эмоциональной паузы нужны слайды картинки, фотографии, мемы, может быть, какие-то просто интересные для рассматривания иллюстрации. То есть, если основной контент презентации – текст, то каждый графический слайд – это пауза. Если ваша презентация в основном состоит из иллюстрации, вот здесь вот очень насыщенная фотография с большим количеством деталей, еще и стрелка обращает внимание на какие-то объекты, она вообще посвящена дизайну города, дизайну вывесок, каких-то знаков в городе. И именно этот слайд – основной контент самой презентации. Тогда текстовые слайды будут эмоциональными паузами. На таком слайде можно написать вопрос, с которым вы обращаетесь к аудитории, какую-то цитату, какую-то интересную цифру. То есть, очень небольшое количество текстовой информации уже будет вашей аудитории давать возможность выдохнуть, давать возможность немножко передохнуть. И вот если вы обратите внимание, скачаете презентацию, которую я провожу, и обратите внимание на ее структуру, а я всегда стараюсь в PowerPoint задавать внутри презентации структуру, которую видно в режиме сортировщика слайда, то есть ввести отдельные разделы, то вот моя презентация для вебинара состоит из нескольких разделов, и эмоциональная пауза для каждого раздела выглядит вот так вот. Сам заголовок раздела. Это как раз тот слайд, во время которого я могу передохнуть, я могу ответить на ваши вопросы. Вы уже видите и понимаете, о чем мы будем говорить в дальнейшем, но у нас есть еще время, есть еще возможность обсудить то, о чем мы говорили до этого. Поэтому эмоциональные паузы, конечно, очень важны. Если ваша презентация предназначена для того, чтобы аудитория ее скачала и поработала с ней потом самостоятельно, то вот такие вот эмоциональные паузы, в принципе, для них лишние. Можно делать два варианта, только слайды для изучения и отдельный вариант для демонстрации. Но можно пойти и другим путем, и вот на таких слайдах с эмоциональными паузами какую-то дополнительную информацию написать в заметках, написать в комментариях или поставить даже ссылки на дополнительный материал для изучения. На самом деле у нас в наших учебных презентациях возможностей очень и очень много. В конце вебинара, пока вы пишете свои вопросы, я могу на них ответить. Я еще раз хочу включить слайд с расписанием всего трека, чтобы вы могли посмотреть, какие вебинары вам наиболее интересны. Может быть, сразу записаться на них, потому что они уже есть в расписании Директ Академии. И, возможно, предложить какие-то свои варианты тем для вебинаров. Так, Наталья пишет, есть ли толк в использовании анимации в презентации? В зависимости от того, для чего предназначена ваша презентация. Если ваша презентация предназначена для интерактива, это может быть презентация тест, презентация викторина. Без анимации она, в принципе, сама по себе невозможна. Анимация – это наше спасение, когда на одном слайде нужно расположить большое количество информации, и ее никак нельзя разбить на несколько слайдов. Например, если у вас сложная схема, тогда лучше пусть элементы этой схемы появляются на слайде постепенно. Анимация нужна, если вы уже отработанную презентацию хотите превратить в видеоролик, если вы хотите использовать ее повторно. Тогда вы расставляете по слайду простую анимацию и сохраняете презентацию уже в видеоформате. Но игровая анимация чисто для того, чтобы что-то шевелилось, чтобы бегало по экрану, это, наверное, не самый лучший вариант. Анимация – очень мощный прием привлечения внимания к какому-то элементу. И если вы хотите сделать акцент внутри самой презентации, вот одну самую-самую важную информацию подчеркнуть, тогда да, вы можете этот элемент анимировать. Но тоже очень и очень аккуратно. Про анимацию мы немножко говорим на курсе. Про основы создания учебных презентаций у нас прямо есть отдельная тема, посвященная этому вопросу. И многие из вот этих тем мы, конечно, разбираем подробнее. Я хочу напомнить, что все вебинары прошлых лет, то, что я проводила вот два года, как я говорю, уже третий год веду трек по презентациям в Директ Академии, я собрала на отдельной доске МИРО, чтобы можно было в любой момент найти нужный вебинар, на нужную тему, перейти на канал Директ Академии и посмотреть его по ссылке. Я хочу скинуть ссылку вам в чат, чтобы она тоже была у вас под рукой. Запись вебинара будет, как обычно, на канале Директ Академии. Так, Татьяна спрашивает, какой мой любимый сервис для создания презентаций. Наверное, правильный ответ будет все, потому что у каждого сервиса есть какие-то свои нюансы и свои особенности. И я работаю не с одним сервисом, я работаю с Workflow, то есть собираю себе вот такое рабочее пространство. Моя любимая связка – это Canva и PowerPoint. Я работаю именно с ними. Если у меня должен быть интерактивная презентация, например, какая-то викторина или какая-то игра, то я могу добавить еще один сервис, предназначенный именно для интерактива, а именно Geniali. То есть тогда у меня будет связка Canva PowerPoint Geniali, потому что в Canva проще работать с дизайном. PowerPoint позволяет очень аккуратно, очень грамотно располагать информацию на слайде, а в Geniali можно импортировать готовые слайды и добавить уже какие-то элементы, которые будут хорошо отображаться на сайтах. Спасибо вам за вебинар, за внимание и за вопросы, которые вы задаете. Следующий вебинар трека пройдет 7 октября, и мы как раз поговорим про сервисы и приложения для создания презентации, чем они отличаются, какие для чего лучше подходят, и как собрать себе свое личное рабочее пространство, подходящее именно для ваших целей, как, кстати, на рабочем компьютере, так и на смартфоне. Ссылку на миро, да, конечно, вот я вам еще раз повторю. Благодарю и желаю вам хорошего рабочего дня. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...